ну что всем огромный привет напоминаю что меня зовут николай я рад приветствовать вас у себя на канале канал про парфюмерию не только всем своим за юхи нам пламенный привет если вы чисто случайно сюда попали пожалуйста подписывайтесь мне будет приятно а вам возможно будет весело и немножко познавательно ну что вы у меня давно просили рассказать про бренд высокой парфюмерии в простонародье hfc я все время отнекивался нет нет не хочу для меня это все не очень интересно но коли вы помните что в недавней распаковочке я вам показывал в самом конце приобретенные сэмплы и говорил что у меня есть еще две миниатюры данного бренда который любезно мне подарил мой знакомый за что ему большое спасибо мы сегодня не будем углубляться в конспирологические данные кому принадлежит бренд в дам все прекрасно знаем что ходят слухи что бренд вроде как принадлежит российским руководителям да но на бумагах это естественно франция не про это вот ругать буду 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 ли хвалить тоже буду скажу сразу бренд мне категорически не понравился я ни в коем случае не буду вас агитировать приобретать данные ароматы в полноразмерном формате на всякий случай все ароматы которые сегодня будут так или иначе на те иначе обсуждать напишу в описании ссылочки там народу все посмотрите захотите сами познакомитесь да просто напоминаю что у меня сэмплы разносил поносил не скажу что долго просто потому что мне не интересно что я понял на 95 процентов это аммажи это переработанные ароматы которые уже давно существуют на рынке но с каким-то своим налетом шарма возможно с какой-то индивидуальной особенностью а у меня нет полноразмерных флаконов я не буду здесь щеголять вам крутить показывать ну просто мне не нравится вот с точки зрения того как это презентуется все замечательно красивая коробка красивое оформление красиво вот эти вот рисуночки там есть несколько линеек ароматы объективно безумно дорогие а вот я знаю что можно приобрести и тестера например какие-то линейки стоят по 35 тысяч рублей извините я по крайней мере за такое качество парфюмерии она ни в коем случае неплохое я знаю что есть у этого бренда большое количество почитатель любителей прошу понять прошу простить войти мое положение я человек который много чего нюхал ни в коем случае не эксперт не блогер да всего лишь спикер вот просто выскажу свое им х я правда начал писать какие-то заметки себе склерозник потом бросил просто мне стало скучно мне стало не интересно моя основная претензия но уже поняли да это цена и вторичность композиции если парфюмы продаются с таким безумным ценником от такого безумного ценника я хочу какой-то индивидуальность я хочу чего-то необычного чего я уже не нюхал раньше если в случае с тем же самыми нишаные которые перерабатывают композицию настолько что ее практически невозможно узнать что это был за первоисточник да это все сделано просто филигранно то с этим брендом к сожалению так не получилось можете вступать со мной в диалог можете говорить что я не очень я ко всему отнесусь с пониманием ну что у нас сегодня будет шесть ароматов я постараюсь сделать тайм коды каждому аромату то есть если вы не захотите смотреть мой трюк очень долго можете пройти конкретному аромату и уже послушать что я говорил ну что не будем тянуть давайте собственно приступать с того что мне понравилось что я смогу похвалить первый аромат заверни меня в свои мечты до ватни и джесс все прекрасно знают про что этот аромат я даже не делал никакие подсказки себе никакие записульки давайте еще раз я обновлю я с утра их наносил и на себя и на бумагу и на блоттер в общем сейчас еще раз как говорится сикнем на блоттер и буду говорить в общем эта композиция которая имитирует мимикрирует под культовый аромат уже можно назвать многими любимый многими популярной от бренда тома форд а лошадь черри до том форд ушел там форд обиделся на российскую федерацию а вот вместе с концерном и стиль ну да но тем не менее хорошая композиция действительно ничего не могу сказать плохого мне она просто неинтересна с точки зрения того что я не люблю такого рода направления да как кто-то здесь отчетливо ощущает ту самую потерянную вишенку для меня это немножко не живая вишенка для меня это скорее история про вишневые цукаты в большом количестве сахара немножечко перебродившую с небольшим количеством миндаля вот этой миндальности аромат стойкий аромат относительно шлейфовый себя его ощущал на протяжении пяти шести часов он нравится людям объективно но опять таки это все вторично такого миллион такого пруд пруди защиту опять-таки данного аромата скажу что он сделан лучше тем чем другие копии на подобный аромат например я прекрасно знаю аромат вот макс филипп про ту же самую вишенку макс филипп кстати постойче будет там стойкость умри все живое еще попробую отмыть это и отстирать от одежды здесь к сожалению история не настолько бронебойная но она сделана по понятнее помягче поприятнее вишня древесность вот это вот алкогольность вот это вот ликер амаретто миндаль все здесь прекрасно имеется но если не любите корицу как в том же самый макс филипп попробуйте вот этот аромат опять я там подавился пардоните вот не знаю имеете деньги нравится лось черри не хотите платить за лось черри я правда тоже не очень люблю лось черри потому что он а нифига не стойкий а на мой взгляд очень сильно разрекламирован и не то чтобы как-то будоражит мои вкусовые сосочки да не знаю мне он как только вышел не нравится мне не нравится и сейчас и мне собственно не нравятся вариации на вот что-то подобное до которые копируют вишни к сожалению в парфюмерии натуральную вишню вы не встретить да это всегда будет игра либо с табаком либо с какими-то пряностями либо что-то заигрывающие на алкогольную тему такое к сожалению есть если знаете правдоподобные прям вишни вишня вишни погоняет пожалуйста напишите возможно вы кому-нибудь поможете да ну не знаю ну такой абсолютно девчачий понятный аромат не сделан плохо со стойкостью на мой взгляд за такие деньги беда ну в общем как то так что еще понравилось относительно того что мне имеется это sword dancer танцующий с мячами либо как-то там и так далее там подобного вот с этим ароматом я могу порекомендовать вам его по крайней мере послушать магазине приобрести миниатюру либо вот такую вот ручку вам будет за глаза почему потому что ну эта композиция по крайней мере меня как-то удивило там не захотелось доносить до конца вот эту вот миниатюру собственно что я и сделала в отличие от других ароматов и возможно приобрету себе такую же миниатюрку потому что это необычное прочтение вина да там в пирамиде по моему вино не указано собственно там какие-то елова я вам сейчас скажу там кардамон там елки-палки сандал ветивер и что-то так но я здесь слышу розовые слегка перебродившие вино чем не эта композиция понравилась по стойкость кстати также как и предыдущий товарищ 5-6 часов максимум но эту композицию приятно обонять и действительно хочется слышать себя и если первую композицию про вишню я вижу исключительно на дамах то здесь вот стопроцентный унисекс да такое каждый день не поносишь такое каждый день возможно будет утомлять но тем не менее в этом что то есть если вам не нравится ноты алкоголя вы боитесь чего-то кисло странного а этот аромат действительно он кисло странный потому что здесь вот именно вот это вот аспект ели плюс ветивера плюс розы такой очень тонкой и какой-то кожи дает что-то непонятное но тем не менее какая-то все равно самобытная история на что этот аромат похож я не могу вам сказать я немножко не в этой стилистике варюсь да немножко не мое направление но с точки зрения винных ароматов которые мимикрируют да под вино под что-то такое алкогольное имеет место быть просто познакомиться хорошо правда хорошо и своих денег возможно но и стоит красивая коробка опять-таки повторюсь красивое оформление но покупать полноразмерку для себя по крайней мере я не вижу целесообразным скорее всего после вот этого пробника ограничусь миниатюркой и как говорится будет мне счастье дальше будет 4 аромата которые мне не понравились да они сделаны неплохо они сделаны действительно возможно хорошо но для меня они какие-то глухие какие-то плоские и немножко непонятные 4 аромата тоже сплошное копирование и цитирование того что уже есть на рынке но собственно давайте аромат про шоколад стоит of chocolate возможно как то так извините меня за мой французский английский язык странная композиция до безумия потому что вот в этой композиции производитель попытался сымитировать сразу несколько брендов сразу несколько ароматов и на мой субъективный взгляд показалось не очень хорошо потому что получается какая-то несуразица в звучании аромат на первый занюх как-то тебя цепляет и после того как ты поносишь его на себе ты уже чувствую что тебя по моему тут немножко обманули но в общем при первом распыление мне безумно это пахнет англии ангелом news от мюглер вы прекрасно понимаете про что эта композиция должна быть по итогу да здесь заявленный какао здесь в названии у нас фигурирует этот же самый шоколад но шоколадом это никаким не пахнет это пахнет действительно мюглером который скрестили с манталь холюд все если знаете манталь холюд там действительно такая интересная древесно-удовая заходящая на тему меда история тут тоже про то какао розовый перец и большое количество пачули ваниль и по моему при носке мне здесь показалось что большое количество чая использовано то бишь это что-то мюглероподобное с удом с деревяшками плюс замешаны на чай странно но если свой денсера действительно как-то цепляет его хочется обонять здесь я скажу что опять-таки безумно вторично и что мне показалось странным да казалось бы ароматы дорогие у производителя есть маржа есть бабки но почему ароматы такие глухие у них нету гладких степеней раскрытия здесь от первых но до последних аромат будто проваливается все практически да они становятся каким-то глухими у них странная у всех вот следующих ароматов какая-то пачули ва тряпочная база я не знаю зачем производитель использует именно его и для чего это сделано парфюмеров я мне скажу мне не было интересно знакомиться с подноготной из кухни данного бренда проб ну просто не было интересно вот но есть такое будто все аромата замешаны одного на этой пачули ва пыльной странной базе я не знаю за счет чего но такое имеет место быть шоколадом не пахнет аромат я больше вижу действительно на дамах которые возможно как-то тяготят к ноты пачули к ноте пачули до собирают пачули в ароматы но и пачули здесь какие-то странные блин они пыльные они прям действительно забивают рецепторы и хочется вот от этих ароматов продышаться шоколад не рекомендую мне не понравился он странный он странный там еще заявлен кофе но кофе никаким не пахнет мне пахнет действительно пыльными пачули мисс отголосками уда и с отголосками чего-то там вот это вот мантали подобного не знаю по стойкости кстати все хорошо но шлейфа практически не замечено от этого аромата продержался на мне четыре часа дальше я его по моему сроки смыл и мне было как-то неинтересно и скучно хотите что-то вот подобного да про пачули и на пачули удовой истории до чтобы вам тут и кофе возьмите манталь ханюк правда вы кайфанете сотку стоит не так дорого да можете прикупить малышку 20 точку и кайфовать дорого не интересно глупо идем дальше вот дальше вообще просто трэш чума аромат называется сладости и избалованность по моему да я по моему даже записал да сладкий и избалованный sweet and spoil it о это короче странная очень история безумно странная сейчас я сформулирую свои мысли чтобы сразу не с мата начать но я постараюсь без мата этот аромат вроде как должен быть по идее также про пачули да вы помните я вам сейчас недавно целый ликбез говорил про пачули лапдановым ваниль османтус и бензоин я подумал что сейчас будет какая-нибудь интересная бензоинова история в старте да про смолы про возможно какой-нибудь шалимара под но на современный лад ничего подобного в старте аромат знаете чем пахнет у вас если есть дача и есть на даче как называется парник возможно вы выращиваете огурцы и бывает такое что вы оставляете огурцы очень и очень надолго да они разрастаются до каких-то космических размеров но их обычно оставляют на семена вот собственно в старте эта фигня пахнет перезрелом огурцом разрел разрезанном не свежим а вот именно перезрелом у которого напрочь отсутствует сочность присущие огурцу вот эту вот свежесть а вот именно вот это вот внутренняя ватная структура с ароматом чего-то зеленого и перезревшего да не кисло испортившись а вот именно перезревшего пахнет огурцами еще помимо от этих огурцов пахнет какой-то странной травой которую бросили в один сток и вот она начинает на солнце немножко ферментироваться да но в общем безумно странная история полыню напрочь не пахнет османтусом не пахнет лапданом действительно есть и бензоин с ванилью но как все конца и скорее не ванили какие бобы тонко аромат не сладкий аромат и не цепляющий он странный но странный что вообще не невозможно его носить но по крайней мере на мой нос да но не знаю если у вас есть этот аромат и он ваших любимчиков пожалуйста скажите может я чего-то не понимаю и давайте сразу не будем отходить от кассы у этого аромата база сто процентов похоже на closet gate не выписывал себе проект аромат ничего я где-то по моему в телеграм-канале про него говорил люди разделились на два фронта кому-то безумно нравится этот аромат кому-то категорически не нравится здесь также я чувствую вот это вот прелая сена но она по крайней мере еще обыграна какой-то интересной пыльностью и здесь мне пахнет коробочка чая да хотя бы за что я могу зацепиться своими рецепторами для меня эти два аромата в принципе сделано как будто из одного да но немножко что-то там как-то поменено если вот этот совсем 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 прелая сена то здесь какое-то белое сено плюс еще с чаем я не знаю вот это по крайней мере не настолько странные как предыдущие сейчас буду много раз говорить слово странное но в охоточку когда-нибудь осенью я его еще буду применять конечно не на лето у него есть какая-то история до которой вот она немножко мелоколичная вот это вот чай как-то куда-то прогружает вот это вот сено возможно с дождем с большой влажностью как-то возможно будет играть но это не точно но не знаю на мне живет четыре часа вот как такового длинного красивого густого шлейфа как обычно любит говорить мои почитатели хейтеры тоже не замечено но опять таки я для меня иногда безумно стойки для других ароматов кажется не стойкие наоборот не стойкие кажется стойки ночью бывает такое из двух зол между свит спойлер и клоузер кейт я все-таки рекомендую вам просто познакомиться с унуджала в клоуздке да здесь хотя бы носибельной истории мать вашу вот я не знаю мне не нравится правда и последний аромат который тоже оставил странные впечатления а называется love man в старте он действительно красивый старте это действительно игра про люксовую мужскую историю тех былых лет если бы спустя пять минут эта штучка не превратилась бы в то что у меня есть то что я люблю на 90 процентов похож на wooden space и спайс с от мантали моего любимого удик сандал деревяшки все красиво небольшая такая пыльность с безумной стойкостью с километровым шлейфом есть медовость здесь тоже да про то но будто бы вот этот аромат скопировали в сегменте масс-маркет да он старте орет амброксаном он старте кричит вот этой синтетикой и нет у него какого-то глуби нет у какой-то глубины что ли нет раскрытия тут вам сразу вот этот вот пыльный сандаловый медовый цветочный старый бьет в нос чего нету у того же самого мантали вот аромат стойкий аромат возможно кому-нибудь понравится кто любит вот подобного рода штучки да кто скучает например за парфюмерии был их мужских мужских мужской парфюмерии был их лет но тем не менее резюмируя бренд странный бренд дорогой бренд с очень странной ценовой политикой с очень странными композициями но я так понимаю что бренд в принципе живет на нескольких флагманах до один из которых вот это вот заверни меня свои мечты на лос черри 2 вот это вот sword dancer возможно я знаю что там еще есть много много ароматов которые нравятся людям но я мимо правда я мимо мне не понравилось отношу sword dancer возможно приобрету себе фирменную миниатюрку выход очку поношу осенью closet gate ворота да какие-то странные тоже непонятные ну короче я не знаю в общем давайте только объективно если у вас есть эти ароматы вы купили сами за свои деньги да что вам не кто-то их подарил напишите комментариях да давайте оценим какую статистику до корреляцию вообще что вам нравится в бренде да за что вам нравится бренд потому что я честно вот не знаю за что зацепиться что я вот смогу кому-нибудь порекомендовать ну разве что вот действительно sword dancer да интересно такое слегка перебродившие розовое вино но как такого виноград там нет вот все наверное да не буду больше знакомиться сам за свои деньги естественно покупать не буду возможно когда-нибудь еще что-нибудь изменится у них появится классные работы я вам обязательно дам знать я знаю что там появилась какая-то супер приватный линейка ароматы 35 40 тысяч рублей зайду возможно в каком-нибудь ближайшем походе в к ним к стенду ну а так я не знаю блин а вот она все вот понимаете про пыльные пачули про вот это сено и вот это вот дешевые бобы танка с какой-то сладостью не знаю игра не винтажи игра в старый люкс не знаю я не вижу почерка у бренда я не вижу какой-то определенной стилистики да вы знаете что иногда на приватные бренды плюс-минус играют на одной базе но там хотя бы есть какая-то история есть какая-то подоплека здесь же нет ничего кроме красивой обертки все больше ничего не буду говорить надеюсь вам моя сумбурная речь по уху не будет резать до после работы снимаю вводить в положение все наверное с вами был николай с вами был бренд hfc с вами были миниатюрки и пробнички гадость редкостная на самом деле увидимся совсем совсем скоро пользуйтесь классной крутой парфюмерии и до новых встреч пока пока